И вот, когда посмотришь на всю такую страшную христианскую жизнь, то невольно подступают к горлу слезы, и хочется плакать, и хочется рыдать, и сквозь рыдание хочется всем людям кричать и кричать во всю мощь. Люди, что вы делаете? Опомнитесь! Люди, отрезвитесь от этого страшного кошмара, братоубийства и опьянения великим злом! Люди, придите в себя и познайте всю гибель и опасность вашей жизни! Люди, бросьте вы ваших земных смертоносных идолов, отвернитесь от них и разно всегда знайте, что эти ваши идолы окончательно погубят вас! Люди, вернитесь ко Христу! Бога, молю вас, вернитесь к Нему, иначе вы все без Христа неминуемо погибнете, и погибнете ужасной смертью! Ведь один только Христос имеет власть, Он один имеет всемогущество, чтобы спасти всех нас, как от настоящих, так и от грядущих страшных бедствий, надвигающихся на сынов всякого греха и беззакония. Пока еще не поздно, опомнитесь, люди, и скорее покайтесь, измените жизнь свою и поспешите ко Христу! Хочется также с раздирающимися от боли сердцем обратиться ко всем представителям Церкви, и далеко громче кричать им, чем всем людям! Святейшие Папы, Патриархи, Митрополиты, Епископы, Отцы Церкви Христовой! Что мы делаем? Что мы спим непробудным литургическим сном беспечности? Христианство гибнет! Слышите? Христианство гибнет! Со дня на день оно умирает и совершенно оязычивается! Где же мы, пастырь и овец Христовых? Чем мы все заняты? Что нас так сильно отрывает от Христа и влечет к земле? Деньги? Слава? Гордость? Сытая и беспечная жизнь? О, как это все недостойно христианина! Я опять спрашиваю всех вас, не исключая и самого себя, с тяжелой скорбью сердца спрашиваю вас, зачем все мы отвернулись от Христа и предпочли Ему, своему живому Богу, кратковременное благо мира сего? Зачем мы более заняты политикой, коммерсализмом, государственными делами, партийными политическими течениями общественной жизни, всякого рода интригами, насилиями мира сего, чем самим Христом, чем Его святым Евангелием, чем продолжением Его дела на земле? Зачем мы более заняты постыдной торговлей Христом, торговлей небом, чем соотверженной любовью ко Христу и послушанием Его святому Евангелию? Зачем мы отвернулись от подлинного нашего христианского царя и предпочли Ему земного кесаря? Зачем мы учения Христа заменили преданиями и обычаями нашей языческой жизни? Зачем мы при помощи имущих власть мира сего вырвали нагорную проповедь из Евангелия и выбросили ее за борт нашей христианской общественной жизни? Зачем мы чаще других языком своим произносим имя Христа, а свою жизнью больше всех оскорбляем и огорчаем Господа? Зачем мы проповедуем мирянам то, от чего сами обеими руками открещиваемся? Зачем мы более заняты мертвыми, чем живыми христианскими душами в деле их спасения? Зачем мы служим молебны тем святым, которых мы же сами, священнослужители, гнали, ссылали в тюрьмы, сжигали на кострах и считали их за богоотступников? Зачем мы из-за корыстных целей и постыдного властолюбия на протяжении целых веков враждуем между собою и анафемаствуем один другого? Папы – патриархов, патриархи – пап. Зачем мы из-за властолюбия на части разорвали церковь Христову и до сего дня натравливаем одну ее часть на другую? Пастыри церкви Христовой, что с нами делается? Ах, хоть бы мы постыдились язычников! О, ужас, до чего мы дошли! В одной части церкви христиане совершенно лишены возможности по капризу и постыдной кастовой гордости своих священнослужителей причащать своих домладенцев и самим причащаться. Миряне, под двумя видами тела и крови Господа нашего Иисуса Христа, лишены богослужения на своем родном языке, лишены даже права читать Святое Евангелие. В другой части церкви Христовой те же представители церкви лишили мирян возможности слышать евхаристическое молитвы при богослужении, лишили мирян права принимать прямое участие в выборах епископов и пастырей церкви, лишая своих прихожан права жить по нравственным богосновным евангельским принципам учения Спасителя. А самое главное – это то, что мы, пастыри Церкви Христовой, лишили своих пасом и христиан возможности жить по Нагорной проповеди Христа. Мы далеко выше и дороже Нагорной проповеди ставим почитание икон, почитание святых мощей, почитание канонических церковных правил и преемственность священства. О, каким же ляжет на нас страшным небесным проклятием праведный гнев прогневанного нами Бога! О, как внезапно страшным громом падет на наши лжепастырские головы проклятие Божие! Оно падет за сознательную нашу измену Господу и падет скоро! Пастыри Церкви Христовой, со слезами молю вас, покаемся и изменим наши отношения ко Христу. Мы ведь как перед Богом, так и перед людьми, нашими пасомами, до мозга костей и залгались, измельчали, исполитиканились. Пастыри Церкви, покаемся, изменим свою жизнь и последуем Христу. Так хотелось бы мне день и ночь кричать во всеуслышании всей Церкви Христовой, а особенно ее представителям. В самом деле, я не раз задумывался над тем, что у нас в нашей Православной Церкви, а также в католической в настоящее время, принято думать, что если мы получили дар священства, то благодать всего таинства всегда до самой смерти остается с нами неотъемлема от нас. И на этом мы, священнослужители, спокойно и почиваем. Дальше этого формального благодатного священства своего мы и не идем. Такое отношение к священству не будет верным и истинным с точки зрения Евангелия. Нужно всем нам знать и знать твердо, что священство, как таковое, не столько связано историческою и своею преемственностью, сколько органически связано и обусловлено живым, творческим ученичеством Христу. Только одни ученики Христа имели власть прощать и разрешать грехи людские. Только живое ученичество учеников Спасителя и облекло их властью священнодействие в Церкви Христовой. Без живого, творчески прогрессивного ученичества Христу никакого священства на земле нет и никогда не будет. Для того же, чтобы быть живым, действительно учеником Христовым, священнослужителю, пастырю Церкви, нужно больше, чем обыкновенному христианину до самой своей смерти жить по его учению. В частности, жить по Нагорной проповеди Христа. И, наконец, до самой своей последней минуты в жизни, вы всегда отвечать живой, практически деловой любовью, но любовь Христа к нам. После нескольких таких, проведенных мною молитвенных ночей, я решился писать свою исповедь Священному Синоду. Иначе поступить я не мог, слишком истрадалась, слишком измучилась и сдергалась душа моя. Я начал писать, но не было у меня в то время никого, с кем можно было поделиться по душе всем мной переживаемым. Я писал по поводу своей исповеди одному своему близкому другу в Одессе. Но письмо это было перехвачено жандармским полковником и переслано житомирскому архиепископу Евлогию. Тогда я по этому же делу обратился в Киев, к одному своему другу. И вот только он один, в страшное время, моей душевной трагедии, простер ко мне свое сердце и христианские руки. Любовь его ко мне была не только дружеская, но, можно сказать, отеческая, что было для меня очень и очень ценно. Сей мой задушевный искренний друг почти целый год убеждал меня повоздержаться от подачи моей исповеди Синоду, прося меня подождать церковного собора. Я был покорен его отеческому и дружескому совету. Наступил, наконец, момент, когда собор особрался в Москве. Я этому собору очень обрадовался. Мне все казалось, что соберется собор церковный в самом сердце Матери нашей России, и двинется он со всей московско-русской святыней в славный Кремль. И там в тяжелую годину мировой войны и русской революции повернется лицом к востоку, и, пав на колени, скажет измученной и страдавшейся своей родине. Русь святая, прости, прости нам всем пастырем Церкви Христовой все наши грехи, и беззаконнее прости нам, страдалица наша, вес наш церковные преступления перед Богом и перед тобой. Мы недостойные пастыри, мы наемники. Мы только одни виновны в твоих тяжких страданиях и неслыханных твоих муках. Мы благодаря своей беспечности и безбожной корыстной алчности погубили тебя. Прости нас, многострадальная Русь святая. Отныне мы вместо наемников будем твоими истинными пастырями. Отныне из царских слуг превратимся в истинных и верных слуг единого христианского небесного земного Царя, Господа нашего Иисуса Христа. Отныне мы зажжем свет Христов в своей личной жизни, а затем мы же и в Православной Церкви Христовой, и рассеем мрачную тьму всеобщей нашей языческой жизни. После такого открытого покаяния Церковного Собора, несомненно, вздрогнула бы вся Россия, и, пораженная примером своих пастырей, прекратила бы все междоусобные партийные политические раздоры и последовало бы образу покаяния Церковного Собора. Но, увы, Собор не только не думал, в своих прежних грехах каяться, но он решил еще от имени всей Церкви Христовой совершить новое неслыханное преступление. Он решил на кровавом болоте христианских трупов и на костях своих православных чад создать прочную и счастливую жизнь Православной Церкви. Вот его неслыханное преступление. Заголовок. «Священный Собор Православной Российской Церкви Всероссийским Христолюбивым воинству и флоту». Мы, архипастыри и выборные от Всероссийской Православной Церкви пастыри и миряне, собрались на Всероссийский Собор, чтобы обновить всю нашу духовную жизнь. Священный долг Собора обязывает нас прежде всего обратиться к вам, христолюбивые воины, защитники и Церкви, и Родины нашей, со словом «Правды». Примите эту правду с миром. Она исходит из страдающих за Родину сердец, а она внушена и растворена любовью. С болью душевной, с тяжкой скорбью Собор взирает на самое страшное, что в последнее время выросло во всей народной жизни и особенно в армии, что принесло и грозит еще принести Отечеству и Церкви неисчисленные беды. В сердце русского человека стал затуманиваться светлый образ Христов, начал гаснуть огонь веры православной, начал ослабеть стремление к подвигу во имя Христа, что поддерживало наш народ, что утешало и укрепляло его в одни великих испытаниях среди многих скорбей тяжкой доли, что вдохновляло нашего воина служить до смерти, страдать не укоряя, умирать благословляя. Образ Христа страдальца, распятого за грехи человечества, примеры шедших по стопам Христа подвижников и страдальцев, заветы и благословения Церкви Святой, начало все это меркнуть в русских сердцах. Непроглядная тьма окутала русскую землю и стала гибнуть великая, могучая, святая Русь. Кто изобразит весь ужас нынешнего нашего положения? Внутри страны разруха, на фронте измена, сбитая с толку предателями и шпионами, злостно обманываемые врагом, целые полки оставляют позиции, бросают оружие, предают товарищей, сдают города, дарят врагу огромную добычу, над мирными жителями чинят гнусные насилия. Среди воинов немало таких, что смеются над законом, глумятся над доблестью, издеваются над подвигом, избивают начальников, изменически братаются с врагом и в то же время злодейски в спину расстреливают идущих на бой своих же героев. Неслыханной на Руси, как она стоит, дело, наши войска, своей доблестью, удивлявшие мир, ныне становятся посмешищем, игрушкой для врага и ужасом для своего же тыла. Немецкие шпионы и наемники и наши предатели и изменники из тыла отравили у армии ум и вырвали сердце. К этим преступникам Всероссийский собор обращают вопль и страдавшейся души своей. Вы, забывшие Бога и совесть, растлителей в войнах чистой веры, убийцы их духа, разрушители устоев, на которых доселе крепло и развивалась воинская мощь и сила, ужаснитесь вашего сатанинского дела. Горе тому, кто соблазнит одного из малых сих, Матфея 18,6, а вашим ядом отравлены целые полки, может быть, на всю жизнь развращены у многих сердца. За ваше безумие Родина уже заплатила врагу теми ужасными поражениями, которые он так легко, без жертв и усилий нанес нам на нескольких наших фронтах. Вы виновники тех бесчисленных жертв, которые в последнее время принесены лучшими сынами Родины, павшими не только от вражеских, но и от своих мечей и пуль. Вы сделали то, что надежда России, ее богатырь-солдат, теперь для многих мирных граждан стал предметом ужаса и отвращения. Вы будете виновны, если сраженная Россия склонит свою голову, лишится своей свободы и подпадет под немецкое рабство, которое сильнее татарского придушит народ, вас же и ваших детей и внуков. Если вы делаете это по неразумению, раскаетесь и принесите плод, достойный покаяния. Верните армии то, что вы безбожно отняли у нее, ее могучий дух. Если вы делаете это по злому умыслу, горе вам. Придет пора, что преданный вами народ, народ, прозревший, наученный великим страданием, пойдет и жестоко осудит вас. Духи замученных, зарезанных, расстрелянных по вашим наветам и советам своими же братьями наших героев, долго призовут вас к суду Всевышнего. Кровь бесчисленных мучеников, наших воинов, пролитая в эту войну, и падет на вашу голову. Опомнитесь, ведь и вы, сыны Родины, ужель мучения и смерть матери не трогают вас? Ужель ее проклятие не страшит вас? Обманутые врагами и предателями, изменой долгу и присяги, убийствами своих же братьев, грабежами и насилиями, запятнавшие своей высокое священное звание воина. Молим вас, опомнитесь, загляните в глубину своей души. И ваша, придушенная вражьими наветами совесть русского человека, христианина, гражданина, может быть, скажет вам, как далеко вы ушли по ужасному, преступнейшему пути? Какие зловещие неисцелимые раны нанесли вы Родине, матери вашей? Уже ли вы хотите свое благополучие построить на развалинах и пожалищей Святой Руси? Или вы думаете свое личное счастье купить гибелью Родины? Не может быть счастья изменнику, предателю. Ужасно кайного счастья! Нет мира нечестивым, говорит Бог мой. Псалом 42. Молим вас, вернитесь к Богу, к правде, к своему великому долгу. А вы, малодушные, слабовольные, колеблющиеся, в чем сердце и шибурится свет и тьма, долг и бесчестие, мужество и трусость, вы, увлекающиеся ветром всякого учения, взгляните на истерзанную, опозоренную, попираемую врагом Родину свою. Свободе народной грозит гибель. Враг готовится захватить новое пространство, исконное русское драгоценное для народа земли. Самому народу грозит тяжкое немецкое рабство. Не время теперь колебаться. Преступно всякое малодушие и бездействие, когда неисчислимые бедствия понадвигаются на Родину. Укрепите ослабевшие руки и колени дрожащие. Скажите робкой душе, будьте тверды, не бойтесь. Вот Бог в наш. Он придет и спасет вас. Псалом 35.4 Твердо станьте в ряды. Станьте в ряды великих защитников Святой Великой Руси, и тогда благословит вас Господь. Теперь вы, верные своему долгую делу, доблестные, славные наши воины, примите слово любви из глубины нашего израненного сердца. На ваши плечи легла главная тяжесть выпавшего на долю России Креста. Ваши же братья за вашу любовь к родине платят ненавистью, за вашу правду отвечают клеветою, глумятся над вашей доблестью, за вашу верность долгу обливают вас грязью или вашей же кровью, за ваши подвиги избивают и расстреливают вас. Невыразимо тяжел ваш крестный путь, но знайте, что с вами и за вас вся верующая страдающая Россия. С вами все верные сыны ее, знайте, что для нас священно каждая капля вашей крови, как крови мучеников за други своя. В вашем мужестве и подвигах Родина черпает веру, что не погибнет она, доколе есть у нее верные сыны, идущие на страдания и мучения за нее. Прославляем ваши страдания, целуем ваши раны, преклоняемся перед величием вашего духа, да будут навеки благословены ваши имена. Бог всякой благодати да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да сделает непоколебимыми. Петра 5,16. Войны русские, вам великий русский народ верил самого себя, свое достояние, свои святыни, свое будущее, свое счастье, в ваших руках вашей воли жизнь и смерть народа. Вы одни можете или спасти, или возвеличить, или святотатственно затоптать и похоронить и нажитую предками славу и народную свободу. Врагу дверей он уже подбирается и к киевским святыням, и к северной столице. Великая Россия у края гибели, Родина зовет вас, спасите ее, идите, братья, спасать, забудьте партийные споры и счеты, простите обиды, как братья, как дети одной матери, протяните друг другу руки прощения, слейтесь в одну дружную семью, могучую любовь к Родине и в имя Христа, готовые на всякие жертвы для спасения ее, к Богу, к молитве, к покаянии, к труду, к братской любви, к прощению друг друга, к жертвам, к подвигам. Именем народа, пославшего нас, именем наших предков, строителей Отечества, священной властью собора, именем Божьим, зовем, заклинаем вас и со слезами молим Господа, да простит все ваши прегрешения, укрепит и умудрит вас, сердца заблудших на путь правды обратит, спасет и помилует вас, и всю Русь святую, як облако человека любец. Прочитав это глубоко возмутительное соборное послание воинам, я пришел в неописуемый ужас. Боже мой, говорил я сам себе, да где же теперь на земле находится твоя святая церковь? Я думал, что собор этот своим церковным авторитетным словом воскресит древнее христианство, приступит к строительству Царства Божия, Царства мира на земле. Я думал, что христиане, как только услышат от собора призыв к евангельской мирной христовой жизни, то сразу перекуют мечи на орала и копья свои на серпы и не поднимет народ на народ меча и не будут более учиться воевать. Исайя 24. Читая в начале послания, мы, архипастыри и выборные от всей Российской Православной Церкви пастыри и миряне собрались на Всероссийский собор, чтобы обновить всю нашу духовную жизнь, можно подумать, что собор прежде всего приступит к строительству того желанного внутреннего образа церковной жизни христиан, о котором пророк Исайя говорит, тогда волк будет жить вместе с ягненком и барс будет лежать вместе с козленком и теленок и молодой лев будут вместе, а малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицей, и детеныши будут лежать вместе, и лев как вол будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою над гнездо змеи, не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняет море, Исайя 11 глава 6 9 стих но, увы, собор этого ничего не хочет, он хочет крови, он хочет острия меча, он хочет спасти Россию ее же смертью, он хочет, чтобы все русские крестьяне перековали и сошники, и косы, и вилы, и серпы на дни мечи, он хочет и ягненка сделать волком, и козленка барсом, и теленка, и вала свирепым львом, и молодое дитя страшным зверем, и корову со своим детенышем медведями, и вала заставить есть пищу льва, он хочет и младенца сделать аспидом, он хочет наконец одного зла, зла и зла, не буду разбирать по косточкам этот языческий труп послания церковного собора христолюбивым воинам, скажу лишь только одно, что оно наполнило душу мою глубокой скорбью, я не раз после этого спрашивал себя где же теперь после такого кровавого освящающего собою человека убийства соборного послания христова церковь я знаю епископальную церковь мне известно лютеранская церковь но ведь все эти церкви церкви сильных мира сего церкви государства церкви государственных чиновников одним словом церкви насилия мщение убийства вообще всякого зла на земле я же ищу церковь христову тут церковь в которой находились бы сам лично живой христос полнота христова духа жизнь по учению божественного евангелия и свобода человеческого духа осуществляющего в себе и через себя во всей полноте жизнь христову в соборной апостольской церковной жизни где же она матушка где же накормилица наша несколько дней я отчаянно рыдал скорбил душой и наконец решился послать на этот самый церковный собор следующую мою исповедь субтитры